В парке 30-летия в ЛКСМ ревут моторы. Пыль столбом отнесущихся на всех скоростях участников третьего этапа Кубка России по автомодельному спорту. Формула-1 в миниатюре. Спецтрассы, высокие скорости, гоночные авто. Вот только управление болидом не из салона суперкара, а со специальной платформы для участников. Виражи, спуски, подъемы и все препятствия пилот проходит при помощи радиопульта. Скорее всего, больше всего похожие из автоспорта на Формулу-1. По крайней мере, это самый главный вид у них в баге-8 с двигателями внутреннего сгорания. Потому что и сама контуртрасса напоминает Формульную. Ну, кроме того, что это внедорожник, а там это шоссейная модель. Такой же пидстоп, такое же соревнование моторов. Такой же строгий очень технический регламент по весу модели, по размерам модели, по колесам. По резине, по всем показателям. То есть здесь идет гонка только в основном настроек, умения пилота и мощности мотора. Это на самом деле серьезно. То есть это только кажется, что игрушки раньше я картингом профессионально занимался. Тут немножко другая специфика, но те же гонки, тот же адреналин, еще возможности настройки самому. То есть меньше картинги, больше бюджет, и надо было и дальше соревнования ездить. А тут ты как бы сам себе представлен, сам подготовкой занимаешься, сам пилот. То есть на данном этапе жизни мне это и по времени устраивает, и по интересам. Аналогию автомоделизма с автоспортом можно продолжить и по части подготовки машины к заезду. Работа в боксе неотъемлемая, составляющая успешного выступления пилота и его модели на трассе. У кого-то может сложиться впечатление, что люди занимаются автомодельным спортом, потому что не смогли добиться успеха в серьезных автогонках. Или в детстве не наигрались в машинки. Но это не так. Автомоделизм – это и спорт, и хобби. Притом не из дешевых. Стоимость чемпионских моделей в классе «Про» доходит до 70 тысяч рублей. Первые автомодели появились вместе с первыми прообразами автомобилей. Захватывает автогонки, они не оставляют меня равнодушно. Но то, что творится здесь, и действительно, как можно управлять такой маленькой машиной, которая практически делает все, что я делаю сам на трассе. Траекторию смотрю, это все делают здесь машины. Конечно, очень здорово, но достаточно дорогой тоже вид спорта. Мы видели, что и подвеску, амортизаторы специальные, специальная резина, бензин, есть электрические автомобили. То есть все эти нюансы, которые позволяют, действительно, если просто смотреть, как вроде бы игрушка, что самому хочется погулять, но скорость, которую они развивают до 80 км в час, заставляет задуматься, что это не игрушка и что ей нужно управлять. В Омске этот вид спорта стал активно развиваться 5 лет назад. Всего же число поклонников автомоделизма в нашей области составляет около 20 человек взрослых и порядка 60 детей. Два года назад появилась федерация этого скоростного вида спорта. Когда в парке имени 30-летия ВЛКСМ была построена трасса, здесь стали проводиться соревнования различного уровня. Сегодня гонщики в погоне за рейтинговыми очками Кубка России.